четвертая тема это россия и европа но начнем с европы значит что мы видим по европе сегодня были данные уже втором втором квартале и мы видим падение ввп германии ускорилась и уже минус 2 процента конечно это не сильное падение как было восьмом девятом году поэтому некоторые смотрится это с оптимизмом но это только начало потому что самое карантинное время это был апрель который во втором квартале но посмотрите внимательно вот на эти данные из италии вы видите график сезонности использования объемов продаж авиационного топлива и мы видим конечно пике летом и сейчас в девятнадцатом году вот уже до 500 миллион метрических тонн было тысяч метрических тонн и вот резкое падение то есть практически полное падение продаж это самый низкий уровень как мы видим вот за последние 10 лет до то есть экономика италии германии других сильно пострадала и особенно пострадал конечно все что связано с путешествием а вы знаете что европа кормится путешествий вот и мы также семьей любим путешествовать по европе хоть сейчас вот собираются границы открыться внутри европы но все-таки перемещение не такое активное будто что ковид 19 все-таки дал о себе знать и что мы видим в ввп европы да и какое изменение в безработице если сейчас еще первые такие эффекты не очень большие по безработицу топа ввп мы уже видим ситуацию хуже чем было восьмом девятом году поэтому европа в достаточно негативном свете что касается где хуже где лучше до германии самый худший сценарий по первому кварталу как мы видим самая худшая ситуация это во франции италии испании да это наиболее пострадавшие от ковид 19 давайте посмотрим на некоторую статистику по европе да сейчас как бы уже не очень интересно смотреть сколько случаев всего но интересно посмотреть сколько какая динамика избыточности избыточной смертности да то есть если даже кто-то скрывает но смерть невозможно скрыть случае можно от ковид 19 там написать что-то просто человек умер но общая смертность как мы видим в европе резко возросла но сейчас уже стремится к нормальному уровню и эта смертность на давайте вот возьмем так не за четыре года а за последние вот чтобы более детализированно видно да пик смертности был на 14 неделе и сейчас мы уже на 18 как вы видите стабилизируется ситуация поэтому европа открывается и даже мы видим ну уже такой преклонный возраст тоже смертность приходит в норму то есть такой пик пандемии уже прошел и как мы видим европа постепенно уже открывает открывает все свои так сказать ограничения которые были они снимаются швеция и беларусь не вводили никаких ограничений но некоторые страны как и британия еще под некоторыми карантинными санкциями остаются вот но что мы видим что падение ввп приводит к долгосрочным последствиям банкротств и других другие вещи мы еще с вами увидим впереди а сейчас я хочу немножко затронуть россию на были некоторые комментарии что мало 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 информации по россии поэтому я сегодня целый блок подготовил вам чтобы вы немножко посмотрели данных по россии россия достаточно хорошая страна в плане того что нету большой задолженности в отличие от европейских стран вот и только германия такой славится таким платежным хорошим балансом россия в последнее время начала больше занимать и как мы видим были проблемы видите такая дырочка небольшая но заявление набиуллиной что россияне их российский центр банк star сейчас будет снижать процентную ставку позволило привлечь вот более 300 миллиардов за последний месяц дополнительно долгов чтобы кредитовать вот проблемы которые накопились в российской экономике мы видим что коронавирус пока очень серьезно бьет по россии да и россия даже становится в топ страны по количеству случаев да давайте вот вернемся немножко еще мы посмотрим так вот последние данные до которые мы актуально получили по европе и мы видим что 40 процентов случаев заражения то есть львиная доля в европе это россия да и британия две страны где вот приходится более 50 процентов случаев но что интересно странная смертность в россии об этом можем сказать что очень маленькая смертность до в отличие от многих стран какая-то странная количество случаев много но смертности мало поэтому очень интересно посмотреть такие же данные по смертности в россии да и как мы видим вот количество случаев на тысячу на 100 тысяч человек в россии в белоруссии достаточно большое сейчас как британии вот но смертность небольшая да вообще это вот общее вы видите количество смертей да и поэтому большие вопросы что происходит именно в россии с коронавирусом но вернемся к общему тренду да то есть мы видим что карантин временно снят несмотря на то что количество случаев возрастает почему потому что экономика в очень плохом состоянии и вот этот график который вам сейчас покажу показывает суть почему быстро власти решили снимать карантин суть в чем что вот по опросу который проводился с 4 по 10 мая в российских городах мы видим что более 40 процентов россиян имеют средства к существованию меньше месяца то есть если раз российская средняя семья не работает меньше месяца то 40 процентов граждан россии просто переходит в разряд людей которым нечем даже купить еду вот и мы видим вот такой опрос показал что 20 процентов россиян вообще не имеет никаких сбережения вот это политика жить в долг это успех тинькова это супер прибыли сбербанка показывает вот этот график до что 20 процентов просто нету накоплений а есть даже наверно долги меньше недели меньше четырех недель до как мы видим львиная доля но если взять то только меньше десяти процентов россиян имеют сбережения больше года и в основном это москва в регионах все достаточно плохо поэтому вывели из карантина регионы чтобы люди просто не умерли с голода что получается по помощи помощи россиянам это немножко другая ситуация в европе люди получают помощь в россии как мы видим фонд сбережения да это национальный фонд россии да мы видим что 168 миллиардов сейчас и вот минфин перевел деньги сейчас вот такая львиная такая серьезная сумма лежит просто и его сейчас чуть-чуть начинает ну собираются тратит а то есть эти 168 миллиардов но не сильно то есть в отличие от других государств которые триллионы долларов кидают россия не спешит вот фонд национального благополучия до тратить что это говорит о чем это говорит о том что россиям и российские компании под очень большим страхом банкротства могут быть ближайшее время поэтому очень осторожно относитесь к инвестициям в российские компании что касается понижения процентной ставки то мы видим инфляция инфляция в россии падает действительно и можно спокойно понижать еще даже вплоть до 4 процентов никакого страха нету сейчас на евро ну на российском рынке но проблема в долгосроке является такой достаточно большой почему потому что как мы видим экспортные пошлины сейчас на рекордно низком уровне ну близко к нулю и сбережения которые накопила правительство россии может быстро потратиться и не хотят вот эту кубышку сильно распечатывать поэтому очень сложно будет вырасти в такой ситуации бизнес